Телевизионный конвейер Телевизионный конвейер В центре кабинки спортивных комментаторов заняли штукатуры маляры На его этажах могли бы расположиться 7 красных площадей или 20 футбольных полей Главный медиа-центр – самый большой и вместительный объект в Олимпийском парке Благодаря волнистой кровли, тонким колоннам и светлому фасаду гигантское здание кажется изящным и воздушным Внутри медиа-центра разделен на улицы и аллеи Стеклянный купол – не что иное, как уникальная и дорогостоящая система энергосберегающих зенитных фонарей К форуму медиа-центр подготовили с минимальными затратами Вся необходимая инфраструктура осталась после Олимпиады По сути, все активные зоны, шаблон Олимпийского периода, он сохранен В данном случае, как мы можем посмотреть, главная аллея великолепного атриума И определенные зоны выставка регионов, выставка муниципальных образований, круглых соупереговоров Представителей пресс-центра медиагрупп очень компактно находятся По сути, логистика, наверное, в стране еще такого не было То есть из павильона в павильон мы можем попасть без излишней суеты, толкотни, очередей Впервые на экономический форум в Сочи приехали больше тысячи журналистов Студии федеральных телеканалов были организованы прямо в коридорах медиа-центра Вот ведущая «России-24» Мария Бондарева берет интервью у Александра Ткачева А этот оператор с элегантной бабочкой явно снимает кого-то из первых лиц Для корреспондента федерального канала Ивана Прозорова это исторический момент Первая после Олимпиады съемка в Сочи Журналист кремлевского пула шутит Сам напросился на форум Уж очень соскучился по Олимпийскому городу Вань, мы с тобой уже давно знакомы Я очень рада тебя видеть снова здесь в Сочи Скажи, приятно ли вернуться в Олимпийский парк И в частности в этот главный медиа-центр Где во время игр была главная кузница новостей Честно, очень приятно Мы живем в гостинице, которая прямо рядом с Олимпийским парком И вчера, когда я вышел на балкон, я не узнал вообще Сочи То есть я, ну, я был переполнен просто эмоциями И не узнал город, он красивый, зеленый Тепло, люди гуляют То есть это был, ну, просто по-хорошему такой кайф Ваня, замечаешь ли ты изменения в главном медиа-центре Вот спустя полгода после Олимпиады? Да, изменения, конечно, сумасшедшие Честно говоря, мы очень сильно, ну, как сказать По-хорошему переживали, потому что территория огромная Сделано здесь все было добротно Я еще не хотел, чтобы это все простаивало И когда мы сюда вернулись, вот зашли сейчас Увидели, как это может колоссально использоваться Какой это, ну, мощный потенциал у этого места Как это можно в дальнейшем очень здорово вплетать в какие-то форумы, фестивали То есть то, как здесь сейчас сделано, вот так вот богато, красиво Вот так и должно быть Что сейчас говорят на федеральных каналах о Сочи? Как только возникает возможность что-то вспомнить о Сочи, сказать о Сочи Слова только хорошие Сейчас любое упоминание о Сочи, оно отсылает нас вот туда Отсылает нас в то время, когда мы сидели, держали кулачки И думали, ну, давай там, Легков, Боевода, Зубков Вот поэтому только яркие воспоминания о Сочи Мой замечательный коллега, боевой товарищ, с которым мы просто съели Ни один пуд соли на Олимпиаде, с горных склонов Просто красавица, Кристина Конограй Замечательный друг и профессионал Иван Прозоров Сочи, постфактум Обновленный Сочи впечатлил и знаменитую телеведущую Арину Шарапову Признается, здесь теперь не хуже, чем в Европе Да вот сейчас я приеду к московским коллегам, первое, что расскажу Про то, какие здесь дороги, красота, подсветка Когда прилетаешь, смотришь на Сочи сверху Ну, какая-то сказка просто Я до сих пор не верю, что так можно, такое чудо экономическое можно было создать Эти игрушки для взрослых стоят миллионы Крошечные города появятся на карте страны сразу, как найдут инвесторов Каждый экономический форум – своего рода соревнование архитекторов Впрочем, некоторые экспонаты кочуют по одним и тем же выставкам несколько лет подряд Вот и этот железный мужчина с голубыми глазами встречает в Сочи уже четвертую осень Меня зовут Робби Робби, а что ты делаешь здесь на форуме? На этом форуме я представляю экспозиционный стенд города Новороссийска Тебе здесь не скучно? Нет Благодаря вашим очаровательным улыбкам мне не бывает скучно Робби, спасибо большое, очень приятно было с тобой пообщаться Можешь спеть песню нам на прощание? Любимый мой Сочи, жемчужего России Нет тебя красивым, нет тебя теплее Городные аплодисменты Передаю огромный и пламенный привет Всем телезрителям программы «Сочи постфактум» Креативные форумчане как только не завлекают инвесторов и гоночными болидами, и роскошными блондинками, и даже игровыми автоматами Очень часто подходят инвесторы после переговоров, видимо, расслабиться, отдохнуть Очень много людей приходит На покерном столе ни одной банкноты Здесь играют на интерес Пока очаровательное крупье раздает карты, участники форума обсуждают открытие игорной зоны на курорте По предварительным расчетам главного игорного оператора Краснодарского края На открытие казино в Сочи понадобится как минимум 200 миллионов рублей Это очень интересный регион Исторически здесь сложилась уже культура игры Это регион или место, куда приезжают люди потратить деньги, это курорт Ежегодно на форуме рядом с инвестиционной кухней соседствует кубанская Но на этот раз никаких заморских фуа-гра и мраморной говядины Только местные блюда А греческий сыр фетто в салатах патриотично заменили на сулугуни Наш кубанский дворик угощает пельмешками, вареничками Все очень вкусное, все свежее Приходят к нам очень много людей Также инвесторы, которые очень хвалят нашу кухню, им очень нравится За два дня собравшиеся на экономический саммит съели 200 килограммов пельменей, полтонны десертов и 4,5 тысячи сэндвичей К таким аппетитам организаторы были готовы В этом году участников форума на 2 тысячи больше, чем в прошлом Кстати, щедрые инвесторы тратили миллионы не только на глобальные проекты На инвестиционном форуме можно не только заключить выгодный контракт, но и приобрести в прямом смысле дорогой сувенир У меня сейчас в руках монета стоимостью 7,5 миллионов рублей Она весит 3 килограмма и это чистое золото За счет большого количества участников увеличилась и деловая программа форума 19 переговорных и 10 залов для круглых столов не пустовали с утра до вечера В кулуарах форума все чаще звучат фамилии великих русских классиков Правда, инвесторы не соревнуются в знании литературы, а назначают встречи в конференц-залах Которые еще с Олимпиады названы в честь Пушкина, Чехова, Достоевского и Толстого Спустя полгода после игр в медиа-центре снова заработали почта, мини-маркет и аптека Люди на самокатах – еще одно напоминание об олимпийских буднях На таком транспорте удобнее всего перемещаться по огромному зданию А вот как эти территории будут использоваться в дальнейшем, власти края решили еще до проведения игр Одна часть здания станет торговым молом, где будут представлены ведущие мировые бренды Вторую отдадут под крупнейший на юге России экспо-центр Как считают участники экономического форума, это самая удачная площадка за всю историю проведения инвестиционных показов в Сочи Я считаю, это великолепное решение До этого участники форума были своего рода обременением жителям Сочи И в общем, все находится под одной большой крышей Ни Ганноверская выставка, ни Цуревская выставка, ни Лос-Анджелес Они не могут действительно похвастаться Фактически это уже не Сочи, это отдельный экспо-город, скажем так Значительно удобнее, гораздо больше площади, удобнее расположение гостиницы Удобнее транспортные развязки Очень хорошее, правильное решение, очень своевременное И есть перспективы для развития Еще один медиа-центр для журналистов начинает новую жизнь в Красной Поляне За необычную форму крыши строители даже прозвали здание «Маленький Пентагон» Из трех олимпийских медиа-центров пока пустуют только горные Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция А во время зимних игр в этом здании на высоте 540 метров над уровнем моря Свои горячие олимпийские новости передавали 5000 лучших спортивных журналистов планеты Дальнейшая судьба медиа-центра в Красной Поляне обсуждается до сих пор Возможно, он станет главной бизнес-площадкой курорта, музеем олимпийской славы Вместо встречи веселых и находчивых на ежегодном зимнем фестивале КВН Или одним из объектов игорной зоны Третий сочинский медиа-центр только для неаккредитованной прессы Перепрофилирован в ярмарочный комплекс Удачное расположение, центр курорта, большая парковка и близость к морю Делают это место привлекательным как для участников выставок, так и для их посетителей Стендами занята только треть площади здания На остальной части планируется сделать конгресс-центр и ресторан Здание изначально предназначено для выставок В нем имеются замечательные проезды, заезды для заноса любого оборудования Каждая выставка, понятно, она заносит свое оборудование Как правило, переоборудование одной выставки в другую Сутки двое на вынос, сутки двое на внос нового оборудования И, пожалуй, новая выставка готова Первый форум в главном медиа-центре прошел удачно как для организаторов, так и для участников В его стенах инвесторы заключили соглашение на 600 миллиардов рублей Среди них такой важный и неожиданный контракт на проведение в Сочи мирового чемпионата по авиагонкам на легкомоторных самолетах Воздушные гонки будут проходить непосредственно над Олимпийским парком и над акваторией Черного моря Скорости самолетов больше 370 км в час Гоночная трасса, по сути, трехмерная, она расположена в воздухе Крупное спортивное событие пройдет в мае следующего года и станет украшением нового туристического сезона Мировые таблоиды продолжают говорить о Сочи даже спустя полгода после игр И пусть теперь Олимпийские медиа-центры касаются СМИ только косвенно Город по-прежнему привлекает пишущую братью яркими культурными, спортивными и деловыми мероприятиями В информационном меню курорта события настолько аппетитные, что журналистам ничего не остается, как взять все ингредиенты на заметку и приготовить очередные вкусные репортажи А организаторы обещают постоянно подогревать интерес к постолимпийскому городу новыми интересными рецептами Это была программа Сочи Постфактум, история жизни курорта после зимних игр и я, ее ведущая Кристина Конограй Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА